Добрые подписчики и не случайные гости моего канала. На поле вот такие вот у нас сделаны засидки. Вот такая простая надежная конструкция. Ну конечно она уже видна издалека. Уже скрытости никакой у нее нет. Поле по-другому не получится. Ставят они круглый год. Уже не первый год. Такие засидки. Сейчас зайду еще в лес. Там у нас есть всепогодная засидка Лабас. Такая самая, как сказать то, самая комфортная. Вот такая засидка. Ну вот самая продвинутая, самая комфортная засидка в наших угодьях. Такая вот. Раньше она стояла на деревянных столбах. Они сгнили и теперь стоит на металлической подпорке. Вот такая всепогодная засидка. Площадка рядышком прикормочная. Здесь тоже площадочка. Вот такая засидка. И так вот прошло пару недель уже. Видите, снег выпал неплохим слоем буквально вот за несколько дней. Вот очередная засидка в нашей местности. Вот здесь просто сделана вот как бы лесенка из двух деревьев. И к ней прибита небольшая площадка. То есть лестница эта не убирается. Так она и стоит. На ней, в принципе, все и держится. Вот. Но здесь я как понимаю, видимо, стоять. Человек будет стоять, чтобы охотиться. Потому что если здесь стоится, даже, в принципе, некуда. Стоячая получается она. Давайте с этой стороны зайду, чтобы было видно. Вот. То есть здесь, в принципе, сесть даже особо некуда. Так есть только на лесенку. Но пока будешь вставать, зверь испугаешь. Конечно, это здесь придется стоять. И вот сквозь деревья уже сюда. Вот на поле обзор большой. Судакосули выходит. Олени пастись. Вот, видимо, это и будет являться объектом охоты с такой засидки. Вот. Снег поднавалил. Сейчас попробую еще в два места дойти, чтобы закончить это видео. Вот. Ладно, пойдем дальше. Ну, вот я дошел до самой распространенной у нас засидки. Вот такая она, можно сказать, примитивная. То есть и, наверное, самая бюджетная. Но здесь, правда, взяты бруски в ней прибиты. Бруски, доски. А чаще встречается... Сейчас просто далеко идти я уже не дойду. Обычно просто нарубают елки, реки или другие деревья. И все. То есть просто ступеньки делаются. И сидушка из кругляка. Вот. И все. То есть просто нужен топор. И гвозди. Больше ничего. Но здесь вот не повинялись сюда. Привезли доски с брусками. Здесь еще вот, насколько я понимаю, вот эта сзади досочка. То есть там вот можно еще положить вот на это место ружье или карабин. Когда еще заранее пришел, чтобы в руках не держать. Вот. Бывает еще здесь вот сделано упор под ноги. Это то есть уже варианты различные. То есть здесь просто используется дерево. Находится вот такое двойное. Вот. Если придет тройное, то есть как бы... И все. Это вот, пожалуй, здесь на краю поля. Вот здесь поле иногда даже засевает. Он, мне кажется, этой засидкой уже не пользуется некоторое время. Вот сейчас уже темно. Вот темно уже и я, наверное, не дойду. Ну, еще хотел еще одну засидку показать. Но, наверное, сейчас на этом месте я просто вставлю фотографию. В прошлом году я ее фотографировал. Это точно. Вот. Видео, наверное, не снимал. Просто фото. Вот. Найду, сейчас вставлю. Посмотрите. Засидочка тоже достаточно высокая. И с крышей. Вот. В принципе, это такого плана в нашем... В нашей местности делаются засидки. Для того, чтобы на них добывать зверей. Вот. Кому-то, конечно, это видео будет бесполезным. Да. Кто-то может для себя какую-то, какая-то идея понравится. Кто так будет использовать в своих целях. Вот. Надеюсь, было интересно, кому-то полезно. На этом заканчиваю. До новых встреч на моем канале. Спасибо за просмотр.